Приветствую сегодня, в этот важный для нас день, у нас здание правительства. Я вам представляю избранного губернатора Неминвайской области, Александр Драденко. Сейчас я попрошу пару слов с Константином Ильичем, и я хочу вас призвать буквально в режиме БЛИЦ, задать основные вопросы, мы все устали, и, наверное, у меня не собирали. Но я хочу, как всегда, представлять, потому что для запись у нас есть свой разговор, который мы потом будем обязательно универсировать. Александр Драденко. Добрый день. Я хотел бы все-таки остановиться на тельно-тоговую цифру, которая есть у меня, прежде всего на явке, она составила 44,26%. В принципе, это та явка, на которую мы рассчитывали. Вы помните, что многим из вас, отвечая на вопрос, какая бы явка устроила меня кандидата по итогам выбора, я говорил, что в районе 45%. И я считаю, что мы с этой задачей справились, хотя у меня остаются вопросы к четырем районам Ленинградской области, к Кириши, к Кировску и Северософскую область, где я значительно отличаюсь, чем средняя поля Ленинградской области. Дело в том, что эти выборы были особенные для организации, и выборов, прежде всего, для глав администрации районов, потому что в этой выборной кампании от них не требовалось введение агитации за того или иного кандидата, от них не требовалась прямая поддержка того или иного принята, от них требовалось только одно – обеспечить высокую активность населения, и получить высокую яркую жителю, то есть сделать все возможное, чтобы жители конкретного района, конкретного города, поселения пришли на ум. Еще раз повторю, при этом даже ни кто не просил, ни я, ни другие кандидаты, кто за себя точно отвечает, чтобы ввели агитацию конкретно за меня. И, к сожалению, хочу сказать о том, что те районы, которые не смогли дать высокую явку, на мой взгляд, демонстрируют и невысокую управляемость территории. Вот это мое мнение, оно может быть субъективное, оно может быть взято, как в России, как придет, но это так. Потому что я никогда не пойму, никакие описения не приму, когда в Кириши общая явка 27,5%. При этом на несколько вопросов губернатора организовать встречи с населением об формате поиска в поисках, как я называю, то есть лицом к лицу, мне несколько раз там отвечали, что не надо, у нас так все жители района знают и губернатора, и знают о том, что 13-го был выбор, и все активные, и все у нас хорошо, и спокойно. Если, например, тот же округ, где молодая, не по возрасту, а по меркам, сноу, работа молодая администрация, не берет силу работы, они меня несколько раз просили приезжают в ОКО, для того, чтобы я встречался с жителями, для того, чтобы мы провели несколько совместных мероприятий, для того, чтобы мы им помогли правильно организовать и работать с активными группами населения, с предприятиями, с тем, чтобы было явно, там мы получили результат почти 42%. Еще раз хочу сказать, что выборы, будь то выборы губернатора, загородного самородения городского областа государственного, местного самоправления, это шанс дать возможность каждому жителю Ленинградской области выследить свою позицию и проголосовать. Если мы будем власть на всех уровнях и государственно-муниципально к этому относиться спустя в правах, то мы никогда не будем рассчитывать на активное участие большинства населения. А задача власти, и я это точно вынес за эти встречи последние три месяца, задача власти работать в интересе большинства. Но чтобы власть слышала это большинство, необходимо, чтобы, как минимум, большинство участвовало в группе. Наверное, все, что это, так сказать, вступление, вот оценка будет сделана. Наверное, самое главное сегодня это оформить, правильно оформить все эти наказы, все эти предложения, причем даже отрывки программы, даже целую программу, которую наши активные жители представили мне, как военно-исполняющий областей, губернатором на МОС кандидатах с другим кандидатом, чтобы все это учесть, взять самое разумное, учесть в программах развития Ленинградской области. Хотя не скрою, на мой взгляд, именно правительство Ленинградской области, я, как военно-исполняющий обязательства губернатора на тот момент, предложил, наверное, самую прагматичную, в то же время достаточно эффективную, на мой взгляд, и абсолютно приземленную программу действий на ближайшие несколько лет. К сожалению, может быть, мои соперники не смогли этого сделать, может быть, в силу того, что не полностью владели предметом, может быть, в силу того, что все-таки считали, что жителям это будет неинтересно в Ленинградской области, хотя, я хочу сказать, что, например, программа «Взгляд в будущее» вызвала большую интересу жителей Ленинградской области, как раз на эту программу больше всего открыт, который мы получили. Спасибо. Коллеги, будем чередовать, как обычно, вопросы из зала и вопросы журналистов Ленинградской области, которые у нас на видеосвязи. За видеосвязь журналисты Ленинградской области отвечает 305-губернатора Владимира Зеляйкин. А сейчас я первый вопрос хочу дать общей границе для вас, пожалуйста, с метрафом. Дайте. Ублика, я не могу вам. Позраю вас с уверенной победой, однако 80%, которые вы набрали, это не только серьезный успех, но и повод задуматься. Ведь, по сути, получается, что других людей политических партий среди популяций геноселения в регионе. А в 2016 году будут проходить две серьезных избирательных кампании, это УЗАС, Госдума. Понятно, как-то менять ситуацию или вас все устраивает? Начну по порядку отвечать. На мой взгляд, в Ленинградской области по крайней мере парламентской партии будут дан шанс выставить того принципа, которого они хотели. И, например, коммунистов была фигура в том, достаточно тяжеловече на субъектовом уровне, это депутат Государственной Думы. Российская Федерация – один из лидеров коммунистов за последние десятки в Ленинградской области, который, мне кажется, достаточно хорошо знает городов Ленинградской области. То же самое и с делой России в Ленинградской фракции в закатном собрании в Ленинградской области. Так же, как и Габитов, хоть это и молодая партия для Ленинградской области, гражданскую платформу, но он тоже лидер этой партии. Другое дело, что каждый кандидат по-своему оценил эту компанию и многие предположили, что в этой компании можно пойти участвовать по-своему. К сожалению, этого не получилось. Не получилось потому, что, еще раз хочу сказать, что жители Ленинградской области за последние годы, в том числе благодаря открытой позиции правительства Ленинградской области губернатора научились разбираться в основах экономики и понимать, что такое бюджет и что такое проблемы в их расходе. Мы об этом достаточно правильно говорили и как эти проблемы надо решать. Я не хочу практиковать кандидатов и не имею права в это делать, но на мой взгляд у них все-таки оказалась взрослая специализация и предупрежденной компании. То есть Кузбинцов работился на вопросах экологии, лебедов на вопросах безопасности, перминов на вопросах экономики, даже более на вопросах национализации экономики. Это тема очень сложная для Ленинградской области. У нас более половины всех предприятий все-таки с участием иностранного капитала либо с участием российского капитала, который прошел через обшор и через иностранный капитал. Это нормально. Главное, чтобы вернулся в Россию. И, конечно, это, наверное, повлияло на выборную кампанию. А второе, почему такой результат, вы знаете, результат никогда не может получиться высоким, если это результат для выборной кампании. Я уже приводил пример вчера, что за три года я провел более тысячи встреч. Кстати, более тысячи встреч. Фактически мы посчитали, что у меня была возможность пообщаться с каждым третьим, ну, минимум, каждым четвертым жителям Ленинградской области, и они могли на меня посмотреть, я послушал их проблемы, ответить на вопросы и предложить свои варианты решения проблемных вопросов. Причем не просто выслушать, после каждой встречи у нас была ленина практика, вопросы ставились на контроль, а затем мы смотрели, как эти вопросы решаются. И в момент начала оборудованной кампании 70% вопросов, которые в течение трех лет вставили жители Ленинградской области, которые попали как значимые вопросы, не личные персональные вопросы, а вопросы как минимум территории, поселения, деревни, города, района, области, и попали в сферу решения поисковой Ленинградской области, они были решены. Мне кажется, это сыграло основной роль. Невозможно действительно получить такой кредит доверия, называемый кредит доверия, только за период руководной кампании. Ну и, конечно, сам про руководной кампании, я смог выдержать этот парафон, хотя он был непростой, одновременно и исполнять обязанности губернатора Ленинградской области, и увеличить количество встреч жителей Ленинградской области. И это было непросто, но это получилось. Мы абсолютно не снизили темпы работы правительства, и сегодня никто не может упрекнуть, что за счет того, что губернатор стал больше встречаться с жителями, больше ездить, и сухой стала работа пресса. Наоборот, мы перешли на усилие прорежива выходных дней, и мы даже улучшили свои экономические подряды, мы даже за 9 месяцев ожидаем, что у нас подряды будут лучше, чем за 6 месяцев. То есть у нас еще и ситуация улучшилась как бюджетная, как экономическая, так и социальная. Вот, наверное, ответ на ваш вопрос. А что будет в следующем году, когда будут уже выборы партий? Здесь, конечно, будет зависеть от того, насколько партии, прежде всего, парламентские в Ленинградской области, насколько непарламентские партии, кто заходит участвовать в выборах, а смогут представить программу, смогут представить свои идеи, смогут представить свои новобы для жителей Ленинградской области. Сегодня бесполезно рассчитывать выборы в Ленинградской области на критики. Это будет в никуда, тем более, что мы сами открыто говорим о наших проблемах. На критике легко выгодят тех регионов, где власть пытается умалчивать проблему, и они оппозиционная партия или оппозиционные кандидаты, я не могу сказать, оппозиционные кандидаты, но соперники говорили о проблемах. Люди открыто у нас, готовы к встрече, на встречах очень активно, у меня встречи проходили по 3 часа, мы прекращали и потом заканчивались вопросы, как правило, я еще помню, что вопросов поносил, а потому что я прекрасно понимал, и люди это видели, что дальше мы начинаем уже плыть, мы начинаем плыть со святотачивания, потому что невозможно напряжение такого будет, и они уже должны от уставать, но они же не вечные студенты, чтобы высидывать на лекциях по столько времени без перерыва. Спасибо на такой ответ. Спасибо, у нас все все. У больших процентов какие-то очень большие показатели, а вы бы хотели в первую очередь поблагодарить за такую поддержку организации, людей, какие-то снижают. Ну, во-первых, я хотел бы поблагодарить жителей Ермитарской улицы, которые пришли на выбор. Потому что те, кто пришли на выбор, они сделали результат. Давайте откровен. Поэтому имя огромные слова благодарности. Второе, я хотел бы выводить слова благодарности президента Российской Федерации Владимир Владимировича Путину, который поддержал мою кандидатуру и в тот момент, когда я обратился с предложением водосрочной отставки, а предложил мне исполнять обязанности губернатора добрый медленно. Это тоже серьезная поддержка, и мы это все прекрасно понимаем, здесь сидящие это понимают жители Ермитарской области. В-третьих, я хотел бы поблагодарить прежде всего общественное объединение организации, которые меня поддержали. Меня поддержали на 80% общественных организаций на территории Ермитарской области. И молодежные движения, волонтерские движения, поисковые патриотические движения и ветеранские движения, и многих-многих других. Я считаю, что очень вовремя стартовал проект народной экспертизы. И вот ребята-волонтеры, которые организовали этот проект, они тоже, пусть не прямую, но посленно поддержали правительство Ленинградского области губернатора, потому что они показали, что сегодняшнему правительству и временно исполняющим обязанности губернатора не безразличны проблемы жителей Ленинградской области. И партия «Вина Россия», которая программа правительства меня поддержала, не только партия «Вина Россия», и «Патриоты России», и партия «Родина», которые по итогам не получили муниципальный фильтр, тем не менее высказали прямую поддержку меня, и просто высказали поддержку, многие члены этих партий, участвовали в работе штабов в районах Ленинградской области и, конечно, доверенных лиц. Я хочу сказать, что мы очень серьезно подошли к списку доверенных лиц, у нас была возможность как у ряда субъектов в прошлом году расширить список доверенных лиц до 400, до 500 человек и так далее. Мы пишем так, чем больше список доверенных лиц, тем больше так называем круги по воену, тем больше людей не увлекут на выборы. Мы решили сделать так, что у нас была такая боевая церковь, как мы ее назвали, доверенных лиц, которые реально люди бесприкословно получили доверие на территории. Мы провели заранее опрос общественного мнения, то есть мы не по-кому нравится или не нравится подходили к доверенным лицам, а насколько эти люди авторитетны конкретно на своей территории. И я лично к каждому обратился в письмнику. То есть я не просто сказал, эй, там, давайте, там, в районе, куда вас скажите, чтобы человек был согласен быть моим доверенным лицом. Я письменно обратился и получил ответ доверенного лица, что они согласны и он согласен и она согласна быть моим доверенным лицом. И я очень благодарен всем этим людям, потому что они в том числе своим авторитетом меня поддержали во время вывода. Еще раз хочу сказать, что в этот раз на удивление очень активно отработали общественные структуры, завершая общественные структуры. Различные общие причем противоречиво. Я, например, знаю, что за меня агентировал редактор «Ветеранской правды» Василий Рукиев. Еще раз кто-то мне сказал два года назад, что это будет, я бы не поведал. Организация «Аркокологов» «Отус» и «Высота» меня поддержали. Меня поддержали те организации, которые еще три года назад были настроены оппозиционно в действующую власть. Не сегодня они настроены достаточно оппозиционно в действующую власть. Они меня именно на этой стадии поддержали. Дорогого сила. Спасибо. Я позволю вмешаться, потому что пришло время предоставить слово «Аркокологам», которые находятся в столицах муниципальных районов. Достаточно сложно всегда выбрать вид, по которому стоит предоставить слово, но мы решили в данном случае Роксалючу нашим инициативой предложить первым ответить на вопрос тем, чьи районы показали хорошую и очень хорошую явку. Первая с вами предоставляем муниципальных газет «Мужская правда». Вы любите генера газета «Мужская правда». Здравствуйте. Как вы намерены выстраивать свою работу с учетом пожеланий народной экспертизы и с учетом вашего предыдущего губернаторского опыта? Спасибо. Но вы знаете, что у меня есть сегодня три серьезные программы, которые позволяют нам достаточно четко определить вектор движения и вектор развития Ленинградской области. Это программа 12, это программа эффективного рубля. Кстати, никто пока еще на территории других субъектов Российской Федерации не смог предложить аналог данной программы. Программа 12, программа эффективного рубля. и конечно программа, которая вносит такое название выбора и будущее. Это слог всех тех основных проблем и путей решения, которые были в Ленинградской области на момент ставки выборной кампании. Но хочу сказать, что очень много интересных предложений мы получили во время акции народной экспертизы. И безусловно, все эти предложения будут учтены. Уже Комитет по экономике и инвестиций получил задание готовить новую программу социально-экономического развития Легра с области. Мы, наверное, все-таки заглянем за далекий горизонт, даже не до 20-го, до 30-го года. И мы эту программу в свойственном же нам манере и в свойственном нам уже выставим на всенародное обсуждение в интернете. обсуждение после общественных слушаний мы эту программу утвердим в законодательном собрании Легра с области. фактически будет закон в Легра с области. Это закон, по которому будет разъявляться экономика и социальная сфера в Легра с области на ближайшие 10 лет. Как минимум. Но еще раз мы уже приведем к тобой, мы и жители Легра с области, что это обязательно пройдет общественные слушания, то есть у нас будут обязательно обзор, но хорошие явки. В выборах пожалуйста на город. Добрый день. Николька Шевцова, в городской муниципальной компании. Александр Юрьевич, вот когда в России говорят о бюрократии, то вспоминают о том, что вопросы все решаются а, долго, б, исключительно в ручном режиме, причем при участии первого лица, вас, например. Как вы говорите в обороте эти привычки, эти пробелы системы управления в 47-м регионе и вообще в принципе в России возможно? Я уверен, что это возможно. Для этого можно сделать в Ленинградской области несколько вещей. Возможно, мы будем пилотным регионом, что тоже становится хорошей традицией. Возможно, мы будем пилотным регионом для России. Первое, я считаю, что нам нужно, не стесняясь, ввести окончательный принцип вертикальной демократии для управления Ленинградской области. Что такое вертикальная демократия, я уже говорил, когда у нас есть жесткая вертикальная управление исполнителями властей, начиная от губернатора правительства района поселения, и в то же время есть депутаты, это заказы в Санкт-Петербурге Ленинградской области, районные депутаты и депутаты первого уровня, которые принимают основные нормативные документы и которые контролируют деятельность исполнительной власти, в том числе и соблюдение исполнительной власти всех тех документов, которые принимают депутаты. А депутаты должны быть полностью подотчетны населению и должна работать эффективно система отзыва и неотзыва депутатов, так же, как и отзыва или неотзыва арбитр исполнительной власти. Это первое. Второе, необходимо провести реформу управления и городской области. Мы должны четко разделить управленческие органы правительства на хозяйственные органы, социальный блок и политический блок. Сегодня все это намешано, и у нас иногда вице-губернатор одновременно отвечает за прикладные вопросы, плюс на нем висит определенная социальная нагрузка, плюс еще и внутренняя политика связи с муниципалитетами, ответственность за различные решения территорий и много-много других. И, конечно же, следствием всего этого должна стать абсолютно справедливая оценка работы чиновников. Но эта оценка должна быть ежеменничной. Мы проводили в течение последних двух лет эксперименты, многие об этом эксперименте знают, когда мы оценивали членов правительства и председателя комитета по 16-18 показателей омутрия работы за месяц. И эта оценка была с него депремированная либо наоборот дополнительное премьирование наиболее отличившееся, а те, кто систематически оказывался депремированным, затем наступала очеред, так сказать, команда покидать. Все об этом знали и, как говорится, ничего личного, система оценок. То есть чиновник на своем рабочем лице должен понимать, что он находится под постоянным контролем, постоянным наблюдением, наблюдением не в видео наблюдении или там аудио наблюдением, а в наблюдении по результатам его работы. То есть он должен знать, что его результат подвергается анализу, и по этому анализу будет произведена его оценка. Чтобы у нас не было тех чиновников, которые считают, что основной результат этой работы это не наделать ошибок или не принять лишних решений, что выражается как раз в бюрократе. Почему в бюрократе длинный период принятие решений? Потому что никто не хочет это решение принимать. И начинают друг к другу писать замечания, вот у вас неправильная стихия, запятая, а вот здесь неправильные психологические обороты допустили. И вот эта бумага начинает месяцам механизм. Мы уже строили, я когда начинал работу, у нас согласование документов внутри распоряжения губернатора доходило до трех месяцев. Сегодня 20 дней, 21 день. Если больше, начинается анализ, кто задержал каждый день документы по каким причинам. И дальше делается определенный вывод. То есть еще раз говорю, вертикальная демократия, эффективность структуры управления и качественная правильная оценка результата работы. Вот тогда мы уйдем от этой меломолокиты и бюрократии. Спасибо. Продолжение следует... 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 Только за счет логистических указателей, за счет логистики мы увеличили поток туристов. Вторая интересная для меня была новость, тоже положительная, когда где-то в 10 часов вечера мне позвонили сотрудники товаровского музея и сказали, что до сих пор из Петербурга приезжают туристы для того, чтобы посмотреть на только что установленный памятник Рюрику и Олегу. Хотя мы в питерской среде вообще это мероприятие не рекламируем. И что самое интересное, что в последние дни очень активно стал увеличиваться поток туристов, потому что появилась еще одна достопримечательность, памятник основательным государственным российским. Кстати, единственная в России. И об этом, кстати, говорил и молодой потомок Рюриков, когда сказал, что он просто год за всю свою жизнь, Рюриков, просто впервые появился вот такой замечательный памятник. И потом еще не просто памятник, а я бы сказал, такой монумент, даже такая общая высота вместе с партнером, там 7 метров, ну это величественная такая конструкция. И мне кажется, что мы абсолютно на правильном пути, потому что мы в субботу еще пошли посмотрели одно из зданий. Это бывшая церковная школа, двухэтажная красная кирпича здания, которая в настоящее время в целом, но находится в очень интересном месте, как раз на излучине. И смотрят как раз на левую могилу и другие органы. И мы в настоящее время заканчиваем решение бюджетных процедур по передаче этого здания в федеральную областную собственность. И там появятся первые хорошего качества акции, а в Старой Ладоге и в КТР в здании будут построить конференц-зал. Вот эти вот, пусть небольшие шажки, которые мы год за годом, хватом за хватом делаем в Старой Ладоге, приводят к тому, что мы уже почти в два раза увеличили поток туристов по сравнению с 2011 годом в Старой Ладоге. То есть огромные реставрационные работы, плюс праздники, которые скоро станут традиционными, постоянно действующими на территории Старой Ладогевского поселения. И вот как раз эта система работы, это не только связано со Старой Ладогей, это связано с другими историческими местами университетов. А вообще вся работа губернатора и правительства, это организовать системную работу. Не просто бежать и в ручном режиме, так сказать, гасить пожары, так сказать, или ливидировать какие-либо бедствия, или какие-то иные, так сказать, краткосрочные проблемы. А именно работают системные, работают на перспективе. Вообще другая, она придется жить сегодняшним днем. Вот это один из тестов, а не много членов правительства, а не жители Ленинградской, которые должны уже сегодня жить завтрашним и послезавтрашним днем. Для того, чтобы за его решениями и его стратегией подтягивались все остальные структурные подразнения Ленинградской улицы. Поэтому мы абсолютно на правильном пути, нам всегда для повышения туристической привлекательности Ленинградской улицы нужна логистика. И нужна инфраструктура. И мы четко понимаем, и мы как раз на примере Старой Ладоги это будем реализовывать. Хотя вот, пользуясь тем, что вы со мной находитесь в диалоге, поблагодарить журналистов Уэльфовского района за активную пропаганду выборной кампании. Именно не агитацию за того или иного кандидата, а пропаганду выборной кампании. Мы очень переживали. Потому что иные люди, иные люди, это абсолютно новые люди во власти, которые не имеют большого опыта работы. И мы действительно не ожидали той явки, которая будет в Уэльфовском районе. Но Уэльфовский район оказался с явкой даже выше, чем зрение полиэнерской улицы. Я четко отдаю себе отчет, что это произошло и благодаря команде администрации. Но также я понимаю, что это произошло благодаря журналистской братье и общественности. Спасибо вам за это. Спасибо, Арсеневич. Гатчина. Зал, но Гатчина еще раз не передает. Александр Ильич, вы говорили, что переделать команду. Можно я только подробнее? И мы видим также то, что ваша команда была не только теми, которые работают здесь в Уэльфовском, но и все-таки муниципалы. Мы сегодня говорили о критериях для властного человека. Какие критерии для муниципалов? Как будет у вас эта команда? Мы как раз хотим в этом году в порядке эксперимента, а в следующем году для себя уже на постоянной основе ввести показатели оценки работы администрации районов, городов и поселений. Это тоже будет оценка, состоящая из не менее десятка показателей. И мы будем ежемесячно подводить итоги. Конечно, я не имею права из законных оснований, премируют либо допремируют глав администрации поселений или районов, но мы будем опять эту оценку отдавать публично, но как вот идет рейтинговая оценка губернатора. Только в данном случае рейтинговую оценку будут давать не различные общественные организации и его фонды, а само правительство будет давать рейтинговую оценку, оценку работы глав администрации, это будет оценка публичной. Я считаю, что это уже будет стимулом к работе, это радостно. Второе, мы четко понимаем, что у нас есть районы, и мы это видим, пользуясь на данном городе, где глава администрации, к сожалению, сегодня не в крайней мере управляют территорией. Для того, что субъект внутри городской области, как район, богатый или бедный, не всегда заслуга главы администрации, а условия, которые были созданы, может быть, до прихода его, или они исторически так сложились. Но вот, я сегодня говорю о районах, возьму те же кириши. Сегодня кириши, они исторически всегда были экономически более крепким районом, чем другие районы, не у нас в области. Но когда кириши активность населения 27%, и когда в нас говорят, что мы можем сделать, у нас люди не ходят на выборы, а что вы сделали для того, чтобы пришли люди на выборы, когда этот вопрос не могут ответить, ну, мы тоже начинаем думать. Я абсолютно не машина, хотя многим даже родственникам показалось, за вторыми и близкими, что, наверное, я полумеханический человек, и даже шутили, что невозможно в таком режиме работать и не уставать. Конечно, мне нужна перезагрузка, мне нужно просто после выборов прийти в себя и элементарно, по-человечески, все прекрасно меня поняли, отдохнуть. Потому что сейчас какие-то решения, которые я могу принимать, они чисто по человеческим качествам, по человеческому потенциалу, по человеческим возможностям могут привести к ошибке. Мы с вами прекрасно понимаем, что кадровые решения, а особенно изменяя структуру управления, они не терпят суеты. Да, у меня в голове структура управления есть. Да, основные подходы к формированию кадров у меня есть. Но нужно просто взять небольшую паузу, чтобы это все привести в порядок. И мне в эту паузу церковь депутаты Закадного собрания, которые еще в июне месяца приняли решение, что первое Закадное Закадное собрание Леггарского области состоится 30 сентября. А вы знаете, что инаугурация происходит в рамках проведения Закадного собрания Леггарского области. Поэтому у меня есть возможность до 30 сентября привести свои мысли в порядок. После 30 октября, после принятия присяги, начинается отсчет месяца для того, чтобы сформировать команду. Но я сразу хочу сказать, что не ждите быстрого формирования команды, то есть, а проведение я хочу менять структуру управления. Поэтому, возможно, точечные замены членов команды в этот короткий промежуток, скажем, с 30 сентября по 1 октября, но основные изменения будут произойти плавно и завершаться декабрь в месяц. То есть, что мы будем менять структуру, и по структуре мы будем открывать команду. Еще раз говорю, что вы не ждите какой-то поголовной смены команды. Вы и так знаете, что даже некоторые из вас меня практиковали, что почти половина членов команды сменилась за эти три года. Извинно приходило притирание. Мы, кстати, по-два раза даже сменились за эти три года, пока я проходил дневной школы. Поэтому есть те, кто продолжит свою работу пока в качестве исполняющих обязанностей только после утверждения структуры эта приставка уйдет, а есть те, кто будет на другую работу, на их местный придет притендентом, они также будут внести приставку исполняющей обязанности. От нее избавится команда только после утверждения новой структуры. Вот здесь тоже нужно это понимать. Тем более, что у меня будет возможность как раз до конца года и ряд председательных комитетов до конца оценить по тем положительным и отрицательным, скажем, ашкарам, которые у них есть, как это белый-черный шарик, потому что есть определенные кемида, которые мне нравятся по-человечески, мне нравится их качество личностных, но у которых, к сожалению, пока не все в порядке с конечным результатом. Я вам дам шанс до конца года проявить себя и получить конечный результат. Но если бы не произойдет, какие бы ни были человеческие качества, нам все-таки нужны профессиональные ненужины, а не лучшие люди. Вот безобидно говорят правильно. Вы знаете, мне было приятно, я жил в Кузне. Вчера в трех местах люди, которые подхомнили, а я заезжал по участкам и благодарили меня за работу за три года, все трое оценили одно мое качество. Они назвали меня директором области, две женщины подошли. Вы набрались, потому что вы прям как директор, директор области. Вторые подошли сказали, что ему очень приятно, как я именно веду хозяйственные дела, не так и сказали, вы прям такой вот хозяйственный. И третий раз, мы оценили мандиты не с политической стороны, а с хозяйственной. Я действительно считаю, что правительство – это менеджерская команда. Такая же команда управляется, как на любом производстве. Только мы управляем бюджетом. Дошадная и расходная часть. У нас должны быть менеджеры, задачи которых наполняет бюджет, у нас должны быть менеджеры, задачи которых эффективно подрабатывает бюджет. Вот нам точно не нужны здесь ни политики, ни просто хорошие люди. Вот исходя из этого будет формироваться команда. Но шанс будет так. Некоторые члены команды будут дать шанс проявить себя до конца года по тем, у кого сегодня есть вопросы, но и есть положительные стопы. Пока вот скажу так. Саня Ильич, на самом деле смена команды любит рассуждать, делая тему, давайте, наверное, слово Алексею Дмитриевичу. Я только раз хотела спросить, а будет ли меняться сенатор в правительство? Нет, сенатор меняться не будет, я это могу уже отметить уверенно. Игорь Фомин останется сенатором. И даже объясню причину. Игорь Фомин отвечал за три района, но в большей степени за два. Но работал в двух районах, это Бокситогорский, Бокситогорский, Бокситогорский. Все три района дали высокую явку. И опять-таки я не смотрю на то, как проголосовали жители. Там они голосовали абсолютно в этих трех районах абсолютно по-разному проголосовали. Но именно задача стояла перед управленцами на уровне районов, перед кураторами этих районов. Именно я. Он отработал абсолютно четко по Ярке. Он абсолютно последние полгода четко разделяет, мою взгляду по развитию лимитарской области в Турске по стратегии. Развитие, кстати, принес несколько очень интересных идей, которые я уже использовал, в текущей работе и буду использовать. И поэтому я, хотя и буду подписывать сенаторство, в том числе, приятное присядеть, я сегодня уже могу сказать, что и при дине. Я откровенно за это праведность, но всегда с вами общаюсь откровенно. Вот здесь я могу четко свою позицию выслать. Да, если бы это была другая фамилия, я бы тоже, назвал эту фамилию, потому что, ну, смешно сказать, чтобы я вот сейчас уже не сформировал в голове фамилию сенатора. Спас, Александр Юрьевич, мы не могли бы не доставить своего альтера, который показал мне лучший я. А я тоже хочу сказать, что два претендента, значит, на сенатора, кто были в списке, им тоже найдется достойное место в сегодняшней жизни Нейгро-собласти. Добрый день. Добрый день. Прежде всего, Александр Юрьевич, примите наше искреннее подогревление. Выборы прошли. Теперь правительство с новым людям доверия начинает решать данные проблемы. На прошлом неделе мы встретились с руководителем Газпрома Алексеем Милером. Программа была обширна. В частности, была закладка камня в Тихвине. Но держатель региона, в первую очередь, полной вопрос газификации. На какие сроки от отражательного решения этого вопроса можно надеяться? И будет ли решаться три по газификации? Спасибо. Кстати, мне только, что я как раз, когда собирался идти к вам, составлялся разговор с Алексеем Борисовичем, мы еще раз обсудили проблему приличной газификации Ленинградской области. Абсолютно не знаю, что такой вопрос прозвучит. Для меня это очень принципиально важный вопрос. Почему принципиально важный? В 2012 году, когда я впервые столкнулся с этой проблемой, меня она немного удивила и огорчила. Удивила, потому что низкий процент, а огорчила, потому что Ленинградской области, где проходят основные сегодня знаковые магистрали для гастрома, в том числе северный поток, имеет такую низкую газификацию, в тот момент ниже 60%. Сегодня мы уже говорим, что это гораздо лучше 60%. А задачу ставим в течение 5 лет довести газификацию до 75%. А что это значит? Это значит, что основные территории, куда мы можем провести газ от магистральной газопровки среднего и высокого давления, и где проживает, поселение, где проживает от 100 постоянных жителей Ленинградской области, будут дезинфицированы. И это и производство района, где настоящая газовая революция ждет, а жители и сегодня уже ГАТО-Соснова, следующий год Триозерск и так далее. Это и газификация Голковского района, и Фокситоборского района, и Лужского района, и Кингисиевского района, который, при том, что, так сказать, является одним из самых индустриально разжитых районов Ленинградской области, по целой части района не имеет газификацию, и других районов Ленинградской области. Некоторые районы, у нас уже в ближайшие год-два, будут газифицированы практически на 100%. Это, прежде всего, пригородные районы Ленинградской области, Туркский-Серловский район, Ломоносовский район, чуть-чуть, может, позже, там, через 2,5-3 года, полностью будет газифицирован Дачевский район. Но, опять-таки, повторюсь, это газификация за счет бюджета Голковского, бюджета Ленинградской области, населенных пунктов, подсложителей. Потому что нам часто ставят вопрос, а вот здесь населенный пункт проживает 500-600 человек. Начинаем посмотреть, там 20 постоянных жителей Ленинградской области, остальное все дальше. Таким образом, мы будем комбинированно решать проблему и с участием они, жителей Ленинградской области, как и с инвестором, и с участием бюджета Голковского и бюджета Ленинградской области. Тем более, что мы приняли очень серьезную программу поддержки газификации, например, частного сектора. Мы единственная региона, где, если вывод о включении газа, это 10 тысяч рублей для работников и 50 тысяч для постоянных проживающих жителей Ленинградской области, хотя все знают, что в среднем подключить к домовладению газу, от улицы провести от МРБ своего газа стоит от 120 до 300 тысяч рублей. Разницу в планшет бюджета Ленинградской области, кстати, в следующем году упрощает механизм в итоге. Поэтому здесь программа очень хорошая, и очень важно, что Газпорт увеличил в этом году финансирование финансирование программы в Ленинградской области по сравнению с предыдущим годом. И мы, кстати, оказались одной из немногих областей, где Газпорт не сократил финансирование, а мы сейчас прекрасно с вами понимаем, практически все естественные монополии сокращают свои тест-программы, а увеличивают тест-программы. Спасибо. Строительный же недель, я вам сказал. Спасибо, Татьяна Камрин. Александр Иванович, скажите, пожалуйста, вы используете ли вы используя какие-либо из идей других победителей в вашей практике последующей, и, возможно, кто-то из них найдет место в своем правительстве или в области? По идеям, действительно, я посмотрел те постулаки, которые были у кандидатов, к сожалению, явных программ кандидатов не представили. Но это факт, программ не было. Определенные постулаки, предложения, звучали. В Кузьмина, в основном, эти предложения, еще раз повторюсь, звучали по экологии, и мы с ним четко, например, увидели, что у нас совпадают позиции по Красному Бору и по Ядерному Могиле, потому что мы четко понимаем, что в том понимании, в котором может звучать могильник, не может быть только хранение собственных накупленных отходов, те, которые у нас есть, звучали предложения именно по организации оборота мусора, по технологии переработки мусора. Мы точно возьмем предложения по безопасности. И, кстати, наше совместное предложение, может быть, даже не стоит, Катрин Ярославович его сформулировал, но я так и не услышал, о том, что мы будем привлекать частные охранные структуры как альтернативу и замену сегодняшней полицейским на территории Ядерского области, прежде всего, по крым-то постоянной службе. У нас вообще могут через дров, через драма будут ездить машины частных охранных предприятий, лицензированные, вооруженные, которые будут, вот как Европейский коронар, или как фильм, мы смотрим, там, зарубежный, и по промышленным коронарам, или деревням проезжать, и наблюдать за порядком, это абсолютно нормально, но какого-то дня до рублей, какого-то года на этого не будет выделять. Мы внимательно сегодня смотрим предложения, которые звучали о «Страведливой России», о гражданской платформе. Не могу сказать тоже честно, что там такой большой номер предложений, в основном 90% тех новых предложений, решений, которые влядут в нашу программу, это предложения от нас, от правительства, от губернатора, и то, что прозвучало на встрече с жителями. Но, тем не менее, вот эти вот 10% там, это то рациональное, что можно взять от комбинатов. Что касается их работой команды в сегодняшнем, нет, я не вижу сегодня такой возможности, потому что, еще раз хочу сказать, они все представляют, как лидеры своей партии, на следующий год им предстоит, как лидерам партии, доказывать составительность партии на территории Ленинградской области и бороться за места, за данные в собрании в Государственной Думе, и было бы неправильно, не дать шанс побороться. Потому что, мы всегда знаем, когда собираешь от команды лидера, команду очень трудно потом себя переформатировать. У них есть сегодня опыт борьбы, они поучаствовали в выборочной кампании, у них появился положительный, но отрицательный, значит, опыт. И я думаю, что для них это очень хороший шанс, затем не только воспользоваться на следующий год. Коллеги, мы, наверное, потихонечку начинаем закругляться, поскольку мы, чем через час, Александр Леонидович, примерно на телевидении, наказывать не нельзя, и поэтому завершающее включение бокситатра, сказать, что это не будет. Бокситатра? Абокситатра? Жить сюда. Александр Леонидович, мы поздравляем вас с победой. Вопрос к вам сегодня такой. В регионе открываются, закладываются различные предприятия, в том числе и высокотехнологичные. На днях в Пикадёве был заложен индустриальный паспорт. В перспективе это даст возможность решать проблему занятости населения. Но трудоспособное усиление района хочет жить и работать сейчас. Поэтому жители района в поисках работы вынуждены все-таки куда-то уезжать. И вопрос в связи с этим. Что поднимается сделать для решения проблем занятости в Бокситатурском районе? Спасибо. Спасибо. Вопрос на месте уже непростой. Почему он непростой? Потому что мы сегодня просто взять и решаем проблему обеспечения детским садом. Если появилась проблема, мы говорим, окей, выделяем 200 миллионов, строим детский сад, закрываем проблему. Вот 200 миллионов рублей из бюджета проблему занятости в Бокситатурском районе, в городе Бокситатурском, не решим. Но первое, что мы сделали, и вы это знаете, мы, часть районов нашей регионов, ввели в городную зону для инвесторов. Когда определенный потолок, с такого начинается действие в Гриборке. Вообще не в Гриборке 300, а миллион рублей в Бокситатурском и от других районах начинают 50 миллионов рублей. Второе, мы совместно с правительством, с Российской Федерацией, регулируем программу создания потолок на лучших местах МОГ Виталёва. И только, чтобы у вас это прозвучало, это и тепличный комбинат, это и производство строительных материалов, это и технопарк, и кластер по производству швейной продукции. Но, конечно же, нам необходимо загружать мощности, стандартные мощности, энергетические, коммунальные мощности от площадки самого Бокситатурска. К сожалению, сегодня время для этого не очень удачное. С одной стороны, потому что мы с вами видим, что происходит в экономике, а особенно даже не в экономике, а на финансовом. Потому что любые инвестиции требуют привлеченных финансов. Молочебные привлеченные финансы внутри России стоят столько, что непонятно, какой бизнес на них надо развивать, или, в пору, непонятно, но этот проект не в нашей сфере интересен. И привлечь дополнительные ресурсы из АРФ, это достаточно сложно, хотя тоже получается тот же Еврофим, премьер, вводит даже непростых условиях, почти 700 миллионов евро для строительства аммиачного производства Кингисель. У нас есть несколько предложений, мы ведем переговоры с инвесторами, это и литейное производство, это производство металлических прутов для строительных продуктов, это производство арматуры для витамирования. Это и вопросы, связанные с химическим производством, это и возможное производство строительных материалов. Но, к сожалению, пока дальше предварительных переговоров, у нас дело не сдвинулось. Поэтому мы четко знаем, что мы эту работу будем вести, но насколько она так успешна, вот здесь, пока я не готов гарантирую. Другое дело, что мы для себя решили, что мы в своих бюджетных программах максимальные наши возможности будем использовать для Покситогорска, как это, например, программы, связанные с жилищным строительством, где-то бюджетными. То есть строят могут начинать строить именно в Покситогорске, а в других сложных районах, чтобы там создавались рабочие места для, ну, стоит в твоем уровне, как мы говорим, для освоения бюджетных средств, например, на строительство, для дальнейшей программы расселения металлургарий на жилье. Есть коммунальные проблемы, которые мы совместно с Газпромом там будем решать, и так далее. То есть здесь, чтобы создавать рабочие места, пока за счет бюджетных поддержек. Еще раз говорю, ситуация непростая, это ситуация и Покситогорска, и Ладонного поля, и, значит, в Сламсах, там, где Мудро-Слюборские сады будут на рабочие места постоянно, то есть вбрасывают в рынок, будут на рабочие места с тем, что балдируют местные люди, особенно молодежь. Будем работать. Спасибо. Не могу не дать слова в Севоложску, пожалуйста, Мир Алексеевна. И затем последний вопрос. Коллеги, надо решать. Мир Алексеевна, я очень радуюсь в нашем севоложеском. Мы очень приятно севоложеском, что в нашем районе мы живут, и в нашем районе мы переселываем. Мы за нас все очень переживаем. И желаем там Севоложскому, по цене, который будет в дальнейшем. Ну, вопрос сложного, и главное, может быть, сейчас не в город, как вы видите, а в следующий раз подробно. У нас в нашей программе совершенствовании системы применения была нормальная задача об объявлении поселений. Славок селений. Силены. Вот у нас были позавчера административные салют, и мы возвращали такая информация, очень такая информация даже удивилась. Здесь 10 поселений из 19, 16 уровней, это рационально. Поэтому очень, потому что реальный. Вот. В этой группе, я бы разendas и наше народное полнолженское соединение, строительство 20, стоит 25. Это вообще выборский, больше всего 100. Проблемы остальных, кто еще нужно пока покорпить. Спасибо. Спасибо. Мы... Игорь, два года назад, и сейчас, позицию не поменяли. Мы считаем, что необходима реформа, местного супруга, не только обвинения городов и районов, но, кстати, только в Северске у нас остался необъединенным, хотя мы наметили завершить этот процесс в 2016 году, и поверьте, у меня хватит воли и сил, а теперь еще у них доверия есть население, чтобы этот процесс завершить, несмотря на различные местечковые амбиции, я тоже это говорю абсолютно откровенно. Процесс будет завершен. А другое дело, что мы не хотим давить на поселение в первом уровне, а там, где требуется демократическое решение по объединению. Закон говорит о том, что, чтобы объединить два поселения, нужно, чтобы за объединение прогрессовали депутатские советы как одного поселения, так и другое поселение. Зачастую бывает одно поселение за объединение, второе поселение против объединения. Но и этот процесс может быть достаточно сложным в решении. но с другой стороны у нас есть поселение, где уровень поддержки внешнего бюджета, областного бюджета, более 75%. И вот здесь мы хотим предложить еще один случай для объединения поселений. Это исходя из уровня нашей депутатационной поддержки. Тем поселениям депутатационной поддержки будет превышать 75%, то есть только 25% собственных доходов. Мы точно в течение трех лет присоединим к более сильным экономическим планам поселениям. И здесь опять-таки ничего личного. Но это не эффективный использование учетных средств. То есть мы, датируя поселение, часть дотации тратим не на решение поселительских проблем, проблем населения, а мы свою дотацию тратим на содержание аппарата управления. Вот мы точно 16-го года выявляем позицию. Мы не будем за счет бюджета в Ленинградской области датировать содержание аппарата управления. Хотя бы должны существовать те поселения, которые могут сами содержать аппарат управления за счет местных доходов. Но если мы еще и содержим аппарат управления, на какое-то местность управления, мы согласитесь. Пусть даже будет местное соблюдение, где эти собственных доходов хватает только на то, чтобы содержать аппарат управления. Но, по крайней мере, все, что мы даем, должно идти в дело. На, значит, ремонт, там, школы, школы это не первые, на ремонт, там, библиотек, на освещение, на ремонт муниципальных дорог, на организацию выброски, там, мусора, на мусорные площадки, на устройство, на пожарную безопасность, на спорт и так далее. Но там, где этого нет, ну, зачем нам тратить бюджетные деньги просто на то, чтобы содержать аппарат в муниципальном чиновнике? Ну, согласитесь, это не эффективно. И, опять-таки, это не будет под коверами. Мы не работаем так, и не собираемся так работать. И у нас нет этой привычки, и будут бить каждый траток, и будут пытаться вот так решать публичные вопросы в Ленинградской области. Мы об этом будем открыто, публично, будем выходить на депутатский корпус и четко им рассказывать ситуацию, и это все объясняет. Все эти три года выходили от первой десяткой, иногда и вторыми, и первыми, и третьими, Российской Федерации по открытости наших сайтов, нашего бюджета и многих других вопросов, которые именно находятся в компетенции и не сразу в форму на власть кубекта российских дедовцев. Спасибо. Спасибо. Последний вопрос. Ленинградское обосновление, пожалуйста. И микрофон, пожалуйста. У меня уже привычки без микрофона. Без микрофона и микрофона. А это где? У нас сегодня полный зал, коллегка. В пресс-инференции тоже в ТАКТАС, тоже много коллег было. Вот от лица коллегия поздравляем вас с выбором, которые вас выбрали в губернаторах, в Ленинградской области. Какие такие занятия вы среди журналистов, то есть когда мы вас сопровождали и вот вообще за все последние три года, как мы работали, потому что начинается новый этап работы вместе с нами и с нашими коллегами? Ну вы знаете, я, во-первых, хочу выразить вам всем слова огромного благодарности и признательности за эти три года. Может быть, потому что вы мне дали кредит за мере три года назад во время наших первых встреч. Может, у нас сразу принесся такой контакт, но мы с вами эти три года провели достаточно в открытом, окроверном диалоге. Я старался услышать вас и услышать те проблемы, которые вы не транслируете. вы, как мне кажется, я не могу за вас говорить, но осталось слышать меня и понять меня и транслировать нашим жителям то, что я говорил о проблемах. И вот тот результат, который у нас с вами получился, мне кажется, это как раз еще и заслуг вот этого нашего открытого диалога. И вот за этот открытый диалог огромное вам спасибо. И, кстати, огромное спасибо за поддержку, потому что выборы, и я вчера в этом говорил, они все равно сопряжены с определенными такими не очень хорошими вещами, как то различные домыслы, слухи, наговоры и все остальное. Мне очень приятно, что эта шелуха или пена, как я вам говорил, она не нашла у нас поддержки во время этой выборной компании. То есть мы с вами не сошли на, значит, борьбу, значит, соседок, значит, кто кого, значит, переключит, значит, и кто кого переспитничает. Вот вы нам, кандидатам, не дали этого сделать. Вот это очень важно. И даже некоторые издания, которые пытались вот перевести выборы в русло, значит, вот такой компании, они не нашли массовой поддержки именно благодаря вашей хорошей гражданской позиции. Вот поверьте, это дорого стоит, но я надеюсь, что мы так же сами и в ближайших 5 лет будем работать абсолютно в открытом диалоге. И я хочу сказать, что вот пользуясь случаем, хочу через вас именно передать спасибо вашим читателям, вашим слушателям, тех, кто вас смотрит за то, что благодаря вам они проявили свою гражданскую активность, в том числе благодаря вам. И вот в этот день, воскресный день, 13 сентября, они остались равнодушны, не подсиделись по домам и пришли и подголосовали все-таки почти свои 5 процентов. Очень хорошая цифра для Ленинградской области, это значительно превышает уровень прошлого года, значит, что в прошлых годах мы только-только перевалили за 30 процентов. То это почти на 15 процентов, на 15 процентов, а это почти 200 тысяч человек, не много, не мало, да, значит, вот мы на 15 процентов увеличили, значит, активность жителей Игородской области. Это тоже же наша с вами такая хорошая, хорошая ежедневная, ежечасная, ежемесячная работа. Спасибо, Андрей. Спасибо, Александр Ильич. Спасибо, коллеги.